У Гарри Поттера шрам-молния. И прикинь, как было бы отстойно, если бы у него был шрам в виде шировой молнии, просто круглый шрам, как будто ему черенковым лопатой вот так вот в лоб стукнул. Прямо в лоб. Друзья, всем привет! С вами подкаст «Крысиное товарищество» и его бессменные ведущие я, Дамир и Леша. Всем привет! Чтобы не тратить время, коротко скажем основную информацию. Первое и самое важное, что у нас появился новый бустер. Их теперь четверо, и сейчас их поблагодарит Дамир по нашей сложившейся традиции. Пока горит спичка, чтобы не тратить ваше время в начале выпуска, он скажет всю необходимую информацию. Дамир, готов? Да. На счет три. Раз, два, три. Спасибо нашим бустерам, Данила, Пулек, Ролан Ибрагимов и Добрый Человек. Подписывайтесь на наш бустер, чтобы поддержать наш подкаст. Ссылку вы можете найти в описании к любому выпуску. А шоу «Болтовня» там и так далее и тому подобное. А это шоу «Болтовня», и мы начинаем. Отлично. В целом я успел, да, даже с твоей подсказкой. Даже небольшую паузу себе взял, чтобы выдохнуть. Драматическую. А на этом мы начинаем. Блин, я хотел мелодию еще в честь бустера исполнить. Короче, ну... Можешь сейчас сделать. Мы сделали... Ну, точнее, мы, как и обещали, до отбивки сказали все максимально коротко. Но я считаю, что все-таки перед началом темы и перед началом нашей болтовни я обязан исполнить мелодию в честь нового бустера. И я так понимаю, что там был заложен прикол в названии его аккаунта, чтобы мы сказали спасибо, добрый человек, Данила Пулек, Ролан Ибрагимов. Ник нового бустера, добрый человек. В честь него я сейчас исполню короткую импровизацию на своей флейте. Спасибо, добрый человек. И остальным нашим бустерам, а именно Данилу Пулеку и Ролану Ибрагимову, за то, что остаетесь с нами и восстановится больше. А на этом, Дамир, мы переходим к болтовни. И о чем же ты сегодня хотел бы поболтать? Судя по просмотрам на нашем YouTube-канале, нашим зрителям очень понравился выпуск про молнии. И сегодня будет его... Ну, не то что продолжение, но такое по мотивам того выпуска. И сегодня я хотел бы рассказать про шаровые молнии. Ты слышал что-нибудь про шаровые молнии? Да, слышал. Это обычно какая-то пожилая женщина рассказывает эту историю, что я лежала, и была гроза, но она была где-то далеко, и не шел дождь. И потом я открыла глаза, и мне прям в комнату влетел огромный светящийся шар. И это была шаровая молния. И после этого я увидела будущее или смогла притягивать предметы к себе. Да, удивительно. На самом деле у меня тоже была история, как... Ну, я свое детство проводил у бабушки в деревне каждое лето, и там тоже была какая-то бабушка, которая рассказывала. И вообще слышал много историй про шаровые молнии, которые рассказывали какие-то бабушки про то, как к ним залетела в дом. Шаровая молния или что-то еще такое. Это всегда пожилая женщина, всегда пожилая женщина рассказывает эту историю обязательно. У каждого есть бабушка, которая рассказывала когда-то про шаровые молнии. А рядом всегда сидит какой-то дед и такой, да, так и было, да, все так и было. Хотя его там даже не было в этой истории. В ее истории она лежала одна, но дед всегда поддакивает. Я хотел добавить про свою кофту, но про нее я расскажу в конце, раз мы решили всю основную большую информацию рассказывать в конце. Но теперь вам имеет смысл дослушать, досмотреть выпуск до конца, чтобы узнать, что же я расскажу про вот эту чудесную кофту с единорогом. Да, на самом деле это одно из самых загадочных явлений, которое пока что не опровергнуто официально, я имею в виду научным сообществом, но и не подтверждено. Ты имеешь в виду, что не доказано, существуют ли шаровые молнии, или они существуют, но их природа не ясна? Слушай, я сейчас расскажу про те моменты в науке, когда ученые сталкивались с шаровыми молниями, но, как правило, сказать окончательно, что они существуют, например, пока что научное сообщество не готово. Существуют версии про то, что это какие-то искажения света, которые люди воспринимают как шаровые молнии. Существует версия, что это, ну, что у нее другая природа. Ну, большинство ученых сходится в том, что это явление неизвестно, является ли оно молнией, но, скорее всего, оно имеет природный генезис. Ну, то есть оно естественным путем появляется в природных условиях по каким-то причинам. Наверное, самое близкое, что происходило в плане соприкосновения ученых и молнии, это произошло в 2012 году, когда группа китайских ученых, им удалось на своем спектрометре зафиксировать явление, похожее на шаровую молнию, которое продлилось 1 секунду и 64 сотых секунды. Совсем немного, считай, 1,5 секунды. В смысле, это было в разгар грозы, и можем немножко описать для тех, кто не знает, что такое шаровая молния. Это как, это сгусток, ну, на что это похоже должно быть в понимании людей. Да, это, как правило, это шар, он светится, он может быть разных цветов. Альсо-сфера, она электризованная. Да, разных цветов, желтым, синим, зеленым, красным. Ну, это из свидетельств. Вот, и он появляется обычно в разгар грозы, он может проходить через какие-то предметы, ну, через стены или через устройства электрические. Вот, и свидетельств довольно много, и они достаточно старые, там, начиная с 16 века, были описаны свидетельства, как люди видели шаровые молнии. Вот, и даже был один ученый, которого убила шаровая молния, предположительно. Он изобрел устройство, которое, по его мнению, могло бы зафиксировать шаровую молнию, и когда началась гроза, он побежал с ним проводить эксперимент, и по рассказам очевидцев, шаровая молния прошла сквозь его прибор и попала ему в голову, и он умер на месте. То есть они тоже, а-ля, зафиксировали шаровую молнию? Да, но это не было, ну, насколько я понял, там, все-таки оно не было зафиксировано, это как бы история, которую рассказывали люди, которые это видели. Ну, как бы доказательств прям таких пока не существует, поэтому нельзя официально утверждать, что они существуют. И на самом деле, поскольку все статьи, которые я читал про шаровые молнии, они построены так, что это явление, у которого было очень много очевидцев, и которые ученые спорят до сих пор, есть оно или нет, и они пытались его воспринимести в лабораторных условиях, и что как будто бы Никола Тесла сделал шаровые молнии и в своей лаборатории, но никому не сказал, как. И, в общем, очень много всего такого, что, ну, сложно получить какую-то конкретную информацию, поэтому я решил, что в этом выпуске будет интереснее, если мы с тобой посмотрим видео с шаровыми молниями и поделимся своими впечатлениями, потому что после того, как я прочитал всю эту историю про то, что никто не знает, есть оно или нет и так далее, я начал искать в YouTube видео, и на самом деле я сделал подборку из нескольких видео, которые выглядят не монтажом, и это действительно похоже на шаровые молнии, и мы можем показать сегодня их нашим зрителям и слушателям. Если вы, кстати, слушаете нас на каких-то подкаст-площадках, мы вам настоятельно рекомендуем прямо сейчас открыть описание к этому выпуску и пройти по ссылке о наш YouTube-канал и посмотреть этот выпуск, потому что тут действительно есть на что посмотреть. А если вы являетесь нашим бустером, то специально для вас мы загружаем отдельно видео и все материалы, которые выходят в видео на YouTube в Telegram-канал, в специальный для бустеров, потому что некоторым бустерам приятно слушать аудио-выпуски, а не смотреть видео, и поэтому у них есть возможность нас попросить это сделать, и мы такое делаем. Можно небольшой дискредитирующий вопрос на тему того, что ты заявил, что по твоей оценке это не является монтажом, а на основе чего ты их посмотрел? Да, слушай, ну я просто посмотрел очень много роликов, и некоторые из них я прям смотрел и думал, ну это просто CGI, просто кто-то на компьютере типа нарисовал шаровые молнии. Да, некоторые видео просто где-то что-то непонятное горит, и ты не понимаешь, что это молния или что, может, ну вообще типа ничего нельзя об этом видео утверждать. Поэтому я выбрал те видео, которые мне показались, возможно, действительно фиксируют шаровые молнии. Вот, они, ну, разные, где-то это очень далеко, где-то это очень близко. Вот, просто лично я хочу сказать, что я, к сожалению, с возрастом во мне убили веру во все сверхъестественные вещи. Вот, первым пал Дед Мороз, когда мне было там года четыре. Потом Лешие, Баба Яги, Кощей Бессмертный. Они дольше, чем Дед Мороз продержались, нифига себе. Ну. А ты в них верил? Прям верил? Слушай, мне кажется, я верил в домовых и в Леших скорее. Ну, вряд ли Дед Мороз, Баба Яга, это все-таки художественный персонаж. Ну, домовые мне очень нравились. Последними пали пришельцы. Мне кажется, когда мне было лет 15, я перестал верить пришельцев. Вот. Но шаровые молнии до сих пор живы во мне. И мне хочется верить, что они существуют. А можно еще вопрос уточняющий? Ты, получается, веришь в мистическую природу этого явления? И вообще мне было интересно, почему ученые так старательно пытаются найти и доказать природу этих? Почему именно шаровые молнии? Почему не какие-то, блин, еще другие молнии? Почему? Я просто не понимаю, почему за них все так зацепились. И почему им приписывают такие свойства, что они проходят через стены? Ну, то есть, может быть, ты про это тоже читал, а у тебя есть ответ на этот вопрос? Их, типа, демонизируют эти молнии, дают им какое-то значение дополнительное. Просто это явление, которое как будто бы пока что не... Не зафиксировано. Да, потому что его очень сложно зафиксировать, потому что оно происходит очень редко, и нужно быть на месте, и нужно обладать специальными приборами. А свидетельств именно шаровых молний достаточно много. И, ну, понятно, что как бы в свои времена и свидетельств домовых было очень много. Ну, и, возможно, в свои времена ученые пытались найти домовых. Ну, на данный момент это просто как бы... И был, кстати, даже питерский ученый один, я слышал, который изобрел специальный прибор, чтобы найти домового. И в какой-то момент наступил вечер, и он услышал, что в соседней комнате копошится домовой. Он побежал туда, и по свидетельству людей, которые его окружали, домовой убил его прямо ударом в голову. Отлично, отличная история. Так и было. Ну, знаешь, как будто бы это та вещь, которая пока что, ну, не опровергнута. На самом деле, я когда читал всякие комментарии, и, ну, что вообще пишут люди про эти молнии, есть на самом деле очень большая дискуссия, и где-то половина людей утверждают, что они есть, и чуть ли не они сами лично их видели, а вторая половина говорит, что это все выдумки, и ничего такого не существует. А ты сам лично никогда не видел шаровые молнии, правильно понимаю? Нет, нет, к сожалению. Я тоже никогда не видел. Получается, мы переходим к просмотру видео, и на этом мы должны давать какую-то свою реакцию. Правильно понимаешь? Я думаю, что мы будем включать видео, и будем обсуждать с тобой, что там произошло, и какие общие впечатления у тебя, и какие впечатления у меня от этих видео. Отпускаю первое видео. Шаровая молния! Обожаю. Некоторые комментарии к этим видео, они просто сами по себе прекрасны. Он сказал, эх, сейчас ток им убьет. Я в первую жизнь не вижу. В сторону сейчас уйдет, зараза. Слушай, ну первое, выглядит прикольно. Даже сложно поверить, что это фейк. Ну, на самом деле, мне это не одно из моих любимых видео. Я не про содержание комментариев, потому что это отдельная номинация. Вот. А именно про молнии, просто потому что, не знаю, как будто бы в моем представлении из того, что я сегодня и там вчера изучил, шаровая молния двигается не так. Как будто бы это похоже на большую светящуюся штуку. Слушай, все, что я смотрел. Я смотрел нескольких документалок про шуровые молнии какое-то время назад, не сейчас специально к выпуску. Смотрел достаточно давно. И там все как один заявляли, что шуровые молнии движутся быстро и с какими-то такими, ну как бы по диагонали, быстрые у них перемещения происходят. И это было не совсем похоже. Плюс я хотел сразу сказать, что проблема всегда вот таких вот видео с видеорегистраторов, или которые люди снимают из какой-то деревни, когда падает метеорит, или падает летающая тарелка, или летит шаровая молния, их настолько легко подделать, тупо из-за качества, ну то есть там всегда качество картинки настолько плохое, что если там появится какой-то человек, у него будет лицо размером в пиксель. И ты, в принципе, детали не разберешь. Ну то есть такие видео очень легко подделать, так что относитесь к ним с той же долей скептицизма, что и мы, но комментарии, комментарии классные. Мужик смешно сказал, никогда не видел, сейчас на нас пойдет. В моем понимании шаровая молния тоже должна вести себя типа как молния, по крайней мере, она должна двигаться быстро, и это не то, что, знаешь, она стоит и позирует тебе. Ну, там дальше будут видео, где, как мне кажется, это больше похоже на шаровую молнию, ну, в моем представлении о шаровой молнии. Давай дальше. Хорошо, да, давай дальше. Блин, ну это тоже смешно. Но вот эта вот конкретная история вообще выглядит, как будто у него он снимал на телефон почему-то со вспышкой, и это как будто блик на стекле от вспышки телефона. Ну да, есть такое. Но с другой стороны оно настолько далеко, что непонятно. Ладно, тоже спорная история. Переходим к следующему. У тебя, может, сразу твое любимое включим, или ты хочешь по порядку все посмотреть? А вот мое любимое будет после этого. Ну, во-первых, дизлайк видео начинается с того, что молния якобы убила птицу. Во-вторых, я до сих пор, правда, не понимаю, почему ты тоже упомянул о том, что они бывают разных цветов, в том числе красных и так далее. Потому что в моем понимании молния – это как бы разряд электричества невероятной силы, и оно просто белым светом вспыхивает. Ну, как обычная молния, знаешь. Почему они бывают разных цветов, мне не очень понятно. Или же ученые, или люди, которые этим занимаются, они какую-то другую природу шаровых молний видят, и поэтому они принимают разные цвета. Это типа как плазма или что это такое? Слушай, в том спектрометре, который был у китайских ученых, было зафиксировано содержание… Ну, ты понимаешь, да, спектрометр работает так, что попадающий свет это раскладывает по спектру и получает химический состав. То есть, предположительно, ученые немножко… На основе частиц и длины частоты волны, верно? Да, да, да. На основе этих данных ученые примерно представляют, какой химический состав шаровой молнии, если она существует. Но это как бы не говорит о ее свете и так далее. Но это как бы вроде бы зафиксировали, а вроде бы и нет. Поэтому я не стал долго об этом говорить. Плюс, если я буду перечислять вам все эти элементы, которые они там нашли, ну, как бы, что нам это скажет. А на этом переходим к следующему видео. Кстати, самому вроде… А, нет, не самому длинному. Да, вот это, мне кажется, одно из моих любимых. Слушай, ну вот это вот вообще выглядит, во-первых, как сцена из «Назад в будущее», если ты понимаешь, о чем я там… Да, да, да. Такой же огненный след. А это тоже по запросу «Шаровая молния»? У них не просто коротнуло что-то на улице. Слушай, да, возможно, возможно, есть версия, что это просто какое-то замыкание электричества, и на самом деле это хрень. А что пишут люди в комментариях? Ну, конкретно я не нашел оригинал именно этого видео, вот. Но в целом теория такая, что «Шаровая молния» запуталась в электрических проводах, потому что есть версия о том, что как бы это явление может существовать более продолжительное время, чем обычная молния, за счет того, что оно может подписываться электричеством от внешних объектов, то есть от вышек электросвязи или от каких-то устройств, и за счет этого оно как бы не просто мигает, как молния, знаешь, типа ударило и исчезло, а оно может некоторое время существовать и куда-то двигаться. И мне понравилось это видео, потому что, знаешь, как будто бы она запуталась в электрических проводах, и в целом это выглядит, типа, прикольно. Ну, это выглядит как какое-то явление, это не выглядит просто как какая-то блямба на небе, которая исчезла. Не, ну, очевидно, если это фейк, то люди, которые его делали, прям постарались и прикольно сделаны, то есть видео выглядит действительно атмосферным. Все-таки то, что я слышал про «Шуровые молнии», там также говорили о том, что «Шуровые молнии», они появляются в моменты в определенной части атмосферы. Ну, то есть это связано напрямую с атмосферным давлением, с разницей атмосферного давления. И за счет этого электричество просто принимает такую форму. Вот. Форму типа вихря электрического. И это происходит, как правило, где-то в районе, ну, то есть в океане. Ну, то есть это редко происходит там на территории суши. Потому что именно из-за того, что давление чуть-чуть другое. Вот. Насколько я помню, вот, я не то чтобы прям готовился, но и та информация, которую я, у меня в голове отложилась. И, опять же, эти видео, они как будто бы так не бывает. Почему в черте города летит какой-то вот так вот шар медленно? Это выглядит впечатляюще, я согласен, но моя природа склонна все сомнению подвергать. Ну, в целом, я не буду с тобой спорить, потому что я не уверен, что хотя бы на одном из этих видео мы действительно видим шаровую молнию. Но мне хочется верить, что это она. Именно там. Именно так вот она и путешествует по проводам. Это скорее похоже на того чувака из спайдермена. Помнишь, электро? Там был такой. Он, знаешь, бежал за человеком-пауком, запутался в электрических проводах. Да, здесь он просто падает и сгорает. Это мужик такой, о май гад, о май гад. Как раз на английском. Так, переходим к следующему видео. Это мой любимый тип видео с видеорегистраторов. Я обожаю все эти видео, мне кажется. Особенно, во-первых, в них прекрасно то, что там часто играет радио, и какая-то песня, которая вообще не соответствует тому, что будет сейчас происходить видео. Потому что там играют какие-то малинки-малинки, а потом происходит какая-то или жесточайшая авария, или сбивают лося, или машин переворачивается, или бегут кабаны, и женщина такая, давай собьем одного из них. А муж такой, ты что, с ума сошла такая? А, точно. Это вообще один из моих любимых видосов. Так вот, да, вернемся к шаровым молниям. На самом деле, я даже не знаю, что мне больше нравится смотреть на предполагаемые шаровые молнии или слушать комментарии людей, которые их видят. Слушай, ну я хочу тебе сказать, что вот это, мне кажется, вообще одно из самых натуралистичных видео, как минимум, потому что, ну, такое было достаточно сложно сфабриковать за счет того, что здесь видишь, какое количество разных капель на стекле, которые все подсвечиваются с бликами по-разному. Ну, то есть, такое сделать на графоне, ну, не просто, ну, типа, нужно прямо постараться, чтобы такое сделать. Хотя, опять же, здесь достаточно плохое качество видео, и, возможно, это спасает, но тут все равно достаточно много таких разнообразных отцветов, бликов появляются, уникальных, которые не так просто делать. Возможно, на этом видео произошло следующее, что обычная молния ударила в вышку, потому что вот здесь вот на последних секундах мы видим, что вот здесь вот или высокое дерево, или какая-то вышка виднеется, или лэп. Вот, возможно, это просто обычная молния ударила, и оно так загорелось, оно, наверное, может быть, потому что я как-то смотрел видео, где обычная молния бьет в лес, или в воду, или куда-то, ну, короче, там была подборка видосов, как бьет молнии, как это выглядит мне было интересно. И оно выглядит похоже, особенно если она попадает во что-то и что-то загорается, ну, типа, достаточно похоже на то, что происходит здесь. А, кстати, знаешь, что довольно часто замечают именно шаровые молнии вблизи, типа, вот этих лэп и высоковольтных каких-то проводов. А еще есть версия, которая, ну, о происхождении шаровой молнии, я сейчас про нее вспомнил. Она не совсем отвечает на вопрос, ну, типа, она неполная. Вот, но одно из предположений было в том, что когда, типа, обычная молния бьет в болото, например, а в болоте есть высокое содержание метана, то метан может очень быстро нагреться и загореться, и за счет этого будет ощущение, что, типа, появляется какой-то шар, который, типа, очень высокий. По сути, шар метана горящего. Да, ну, это я просто к тому, что, ну, потому что на всех этих видео и на многих свидетельствах никаких болот нет, поэтому, да, но это одна из версий, которая была у ученых в попытке объяснить это явление. Ну, нет, это вообще, это плохо. Они даже не подработали над плавностью анимации. Смотри, как плохо она двигается. И тут, кстати, один эффект повторяется два раза. Вот здесь одни и те же отблески. И на секунду раньше одни и те же отблески. Короче, вот этот вот шейп, видишь, какая форма получается. Она в предыдущей фазе, вот, секунду назад, она абсолютно такая же, только поменьше, мне кажется. Короче, по моему экспертному мнению, пока вот это самое плохое видео. Хотя они тоже здесь старались, во-первых, здесь тоже дождь, но здесь, как вы видите, никак вот в этих вот капельках, которые справа, блики не играют. Как вы могли заметить. В отличие от предыдущего видео. Ну и также, блин, само движение очень, ну, типа, неестественное. Мне кажется, в природе такого не бывает. Плюс, ну, опять же, мы видим, что это просто один и тот же футаж с одинаковым количеством лучей, который несколько раз просто мигает, и они еще звук добавили. Ну, короче, здесь ребята не постарались. Следующее видео. О, боже. Но, мне кажется, здесь слишком насыщенный цвет. Ну, слушай, здесь они пытались как бы какой-то мистики добавить, возможно, ну, это видео бы сгодилось под название, типа, наконец-то зафиксировали там инопланетян или что-то такое, ну, потому что это может быть одинаково как летающая тарелка из-за своего свечения. Ну, да, знаешь, на самом деле на многих подобных видео было написано, что, типа, автор видео утверждает, что это летающая тарелка. А, а ты почему решил, что это шаровые молнии? Ну, я искал материалы, похожие на шаровые молнии. Мы же не знаем, что там, летающая тарелка или шаровые молнии, но я к тому, что авторы некоторых из этих видео, они как бы придерживаются версии с летающей тарелкой. Вот, ну, просто летающие тарелки как бы... Не ложились в тему этого выпуска. Да, моя вера в летающие тарелки, она угасла, к сожалению, некоторое время назад. Вот, я верю в жизнь в целом во вселенной, другую, кроме нашей, но я не думаю, что пришельцы прилетают на летающих тарелках и наблюдают за нами из космоса. И знаешь, я еще обратил внимание на то, что на американских видео шаровая молния... Она выглядит эпичней. Выглядит, да, более кинематографично. А на наших она выглядит более просто, но от этого она кажется более правдоподобной. Да, ну, мой лайк вот одному единственному видео, но я думаю, что, скорее всего, на нем происходит попадание обычной молнии в лэп или в дерево. Но оно, на мой взгляд, выглядит натуральней всего, натуралистичней всего, а остальные какие-то, блин, ну, стрёмные, правда. Но согласен, что американские коллеги-видеомейкеры стараются куда лучше и действительно добавляют, помимо просто какого-то эффекта, который они скачали, добавляют атмосферу к своим поделкам. Дамир, тебе есть что еще добавить про шаровые молнии? Вообще удивляюсь, что ты решил о них проговорить. Может, ты скажешь, как от них спастись можно? Слушай, ну, говорят, что нужно стоять ровно, не бегать, не махать руками, не доставать электронные приборы и что, типа, снимать шаровые молнии тоже не надо, потому что они могут, типа, электрические приборы могут притянуть к вам шаровую молнию. И вообще лучше скинуть все железное и все электронное и стоять и притворяться, что ты дерево. Голом. Или стоп. Ну, короче, не совершать резких движений. Так при нападении медведя примерно. Примерно такие же. При нападении медведя нужно бежать параллельно склону. А, серьезно? Медведь может бежать либо вверх, либо вниз. Подожди, а притворяться мертвым, это не про медведя было? Ну, говорят, что нужно либо просто спокойно стоять и делать вид, что медведя рядом нет, либо бежать, если медведь уже за тобой бежит, нужно бежать параллельно склону. Потому что он косолапый. Да, не, реально, он может бежать либо вверх, либо вниз, а если бежишь параллельно склону, но он не может. Так. А медведь, он быстрее, чем человек, и он лазает по деревьям. Мне кажется, это будет самое большое разочарование в твоей жизни, когда ты будешь бежать параллельно склону от медведя и такой, а они говорили, что он косолапый, а он обычный зверь просто с прямыми лапами и бежит параллельно так же, как и вверх. Мне кажется, многие животные не очень умеют бегать, но типа если там сильный наклон вот такой, и вот параллельно им бежать, но у них ноги не так устроены. А скажи мне, насколько, ну как ты относишься к шаровым молниям, веришь ли ты в их существование, или хочешь ли ты в них верить, или ты считаешь, что это все фейки и оптические иллюзии? Я не понимаю, почему такое особенное отношение у всех к странам шаровым молниям. Ну то есть в целом мне как бы насрать, есть ли обычные молнии, или мне они просто кажутся, а шаровые молнии то тут вообще причем, ну типа это просто, ну возможно они есть, возможно нет, я правда, ну действительно никогда об этом не задумывался, у меня был период, когда я пытался разобраться на самом деле они есть или нет, потому что долгое время я был уверен, что ну это просто типа как обычная молния, только шаровая, а потом услышав вот эти вот истории нескольких пожилых женщин о том, как к ним влетела в комнату пожилая. пожилая. Пожилая молния. Шаровая молния, кстати, еще в начале, когда ты много раз произносил шаровая молния, подумал, что очень классно, что это не жировая молния. Жировая молния была бы намного хуже. Ну да. Так вот, услышав несколько таких историй, я подумал о том, что нужно разобраться как-то это вообще оно есть, нет, и вообще почему все так демонизируют шаровые молнии и придают им какое-то мистическое значение. И, видимо, просто люди склонны тому, что не доказано и что сложно увидеть, пытаться найти какой-то мистический смысл. Хотя вот сегодня, в рамках нашего сегодняшнего обсуждения ты никакие мистические теории не вкидывал, хотя они, я уверен, есть. Были какие-то мистические теории? Нет, да, конечно. Как бы я смотрел видео на Ютубе про шаровые молнии. Мне просто, меня так зацепила манера подачи автора, потому что он, ну знаешь, он говорил, что типа в научном сообществе они все списывают на то, что это все галлюцинации. Ну да, эти ученые, они всегда как бы, если что-то не могут объяснить, все галлюцинации, миллионы людей привиделось, и все это значит фигня. Ну мы, я вам сейчас расскажу, что на самом деле произошло. И вот в таком формате, вот, потом он говорит, что электричество это эфир, вот, и как бы, и там уже совсем начинаются дебри. Ну такие вещи есть, да, но я все-таки хотел, я знаю, что типа что-то, что до конца не исследовано и на что у человечества нет однозначного ответа, оно всегда вокруг себя приобретает такой ореол мистики, потому что, ну знаешь, никому не приходит в голову вокруг обычной молнии придумывать мистические теории, потому что как бы всем уже сказали, что это молния, там типа атмосферное давление, электричество, он бьет и все дела. Вот, а шаровую молнию типа... Ничего интересного, да. Да, а тут как бы интересно, и тут можно что-то придумать, и можно что-то приплести, и можно какую-то теорию, ну и разыгрывается фантазия, и ты сразу такой, блин, а вдруг это не просто молния, а живой дух какого-нибудь бога, грома или кого-то еще, или эфир, или пришелец, или кто-то еще, и, ну, соответственно, много всего. Но мне, честно, хотелось бы просто верить даже не в мистическую шаровую молнию, а просто в какое-то явление, которое не доказано, но что оно существует. Может быть, это просто особый вид молнии, который по каким-то причинам похож на шар и просто бьет немножко под другим углом в землю. Но все равно мне хотелось бы, чтобы они и были. Наконец-то мы добрались до конца выпуска, а значит, я могу рассказать про свою кофту. Дамир, ты видел мою кофту вообще? Ну, слушай, на самом деле в телемосте от гугла не очень хорошо это видно, но я вижу, что она красная и что там единорог. Да, все верно. Знаешь, что это за кофта на мир? Нет. Это мерч ассоциации краски этого мира. Мог бы догадаться, уже не первый раз ты пытаешься одну и ту же фишку разыграть. Какую одну и ту же? Я тебе уже что-то такое рассказывал? Да, ты говорил, а вот видите вот это, а знаете, что это? А это краски этого мира. Ну, как будто бы, я думал, это будет что-то новое. Да, на самом деле, если я приобрел классную толстовку, такая она очень классная по материалу, оверсайзная и с единорожиком, вот здесь по качеству супер и стоит не очень дорого. Я хочу в очередной раз рассказать про наших друзей, ассоциацию краски этого мира, благотворительную, которая помогает детям с множественными расстройствами психики. И, собственно, им можно просто взять и помочь. Если вы не можете помочь просто так, скинув им немножко денег на то, чтобы дети, то вы можете купить себе клевый мерч, как это сделал я, клевую кофту, еще у меня вон там лежит очень классная поясная сумка, я прикреплю фоточку где-нибудь здесь, чтобы вы видели, как она выглядит. Все вещи супер качественные, супер классные. Покупайте себе, покупайте в подарок, ну типа любая шмотка лучше, если это благотворительная шмотка. И как говорил чудесный мой любимый комик Драк Мирос Элизаде, что он хочет, что классно, что так много вещей делают благотворительными, типа в наше время, потому что ты можешь просто сходить на концерт и кому-то помочь. Ты можешь купить себе что-то и кому-то помочь. И чем больше таких штук, тем больше мы помогаем людям вокруг нас. Вот, соответственно, и не просто так, типа, а бескорыстно, а вы себе получаете классную вещь, в которую будете ходить не один год, и за счет этого еще сможете помочь кому-то чем-то. Вот. Так что призываю всех переходить по ссылке в описании, посмотреть мерч, посмотреть классные штуки и купить себе, или просто помочь ребятам из ассоциации. Да, присоединяюсь к Лешинам, призывам. На этом хочется также поблагодарить Дамира за классные истории, и я засчитываю твою попытку перебить самый популярный выпуск просмотром у нас на Ютьюбе. Если кто не знал, сейчас самый популярный выпуск на Ютьюбе — это тема, которую я приносил болтовню, выпуск номер два, по-моему, про голую йогу. Соответственно, у него уже больше двух тысяч просмотров, и Дамир, как спастись от молнии, так же резко начал набирать и начал приближаться. Ну то есть сейчас у нас такая есть негласная борьба, у кого будет самый популярный выпуск. И, Дамир, я засчитал эту твою попытку. Посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет. Если хотите, чтобы Дамир победил, пишите больше комментариев на Ютьюбе. И отправляйте это видео своим друзьям. Да, отправляйте это видео за счет того, что вы нажимаете кнопку «Поделиться», оно выпадает в рекомендацию большему количеству людей, потому что алгоритмы Ютьюба считывают, что вы делитесь этим видосом. Если пишите комментарии, то комментарии должны быть не менее трех слов, потому что комментарии только больше трех слов выдают нас выше в рекомендациях. Также стоит подписаться на наш Телеграм-канал, вбивайте в поиски в Телеграме «Собака Кртов» и находите наш Телеграм-канал, там выходит анонс свежих выпусков, вся свежая информация о нашем проекте, канале «Красивное товарищество», «Она с Дамиром» и так далее. Также вы можете перейти по ссылке в описании не только на «Краски этого мира», но еще и на площадку Бусти, где вы можете поддержать конкретно нас с Дамиром за то, что мы производим такой чудесный контент и войти в число наших бустеров, таких как «Добрый человек», «Даниил», «Апулек», «Рилан Абрагимов». Их четверо сейчас уже, за что им огромное спасибо персонально от меня и, возможно, от Дамир. Дамир, у тебя тоже? Да, от меня тоже. Прекрасно. И на этом я сейчас исполню небольшую мелодию, и выпуск, я думаю, закончится. Дамир, если тебе есть что добавить, добавь это прямо сейчас. Нет, я вполне... Ты вполне полно все рассказал, так что мелодия в эфире. Всем пока и отличной недели. С вами были «Лысый парень» и «Парень в футболке» красивое товарищество.